Добрый день дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире программа Якутск Сегодня. В студии работает Ларина Сукуева за режиссерским пультом Марии Новгородовой и Николай Слепцов. На календаре 24 февраля четверг и сегодняшний наш выпуск мы посвящаем всегда актуальной теме здоровью. А в частности поговорим о детском ожирении, а далее пообщаемся с главным врачом республиканской больнице номер 2 о плановых приемах. Так что если у вас есть вопросы нашим специалистам, нашим гостям, смело звоните нам в студию и задавайте вопросы. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон прежний 320066 32166. Также конечно вы можете задавать вопросы по нашему ватсап номеру. Напомню его цифры 411-232-0066. Итак, людей с избыточным весом и ожирением с каждым годом становится все больше. Причем у большинства из них эта проблема развивается с детства. По данным Федерального управления Роспотребнадзора, 50% детей, имевших избыточный вес в 6 лет, становятся тучными во взрослом возрасте. А в подростковом эта вероятность увеличивается до 80%. Но как определить лишний вес у детей и почему не стоит ждать, когда лишний вес пройдет у ребенка с возрастом? Давайте попробуем разобраться в этих вопросах вместе с врачом-педиатром Варварой Борисовой. Варвара Леонидовна, добрый день. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, для начала, какие изменения происходят в организме детей? И если есть вот лишний вес у ребенка, тоже какие вот изменения происходят? Мы всегда считаем, что ожирение, да, как сам процесс, его можно оценить только визуально, то есть он виден только внешне. Но на самом деле вот эти вот злосчастные жировые клеточки, они называются адипоциты, они откладываются на всех внутренних органах, то есть жиреют не только визуально дети снаружи, но и внутри. Все наши органы обрастают этими жировыми клеточками, ну и ткани тоже прилегающие, поэтому видим отложение на ручках, ножках и других частях нашего тела. Кроме того, что мы можем оценить это визуально, мы можем провести некоторые функциональные методы исследования для того, чтобы его прекрасно выявить в возрасте где-то от 5 лет. А чем опасны вот такие вот избыточные жировые клеточки на органах ребенка? Мало того, что они физически просто продавливают, изменяют форму, мешают основной функции каждого органа. Индивидуально они, значит, у детей могут очень сильно... Ну, первостепенная вообще самая страшная опасность этого ожирения — нарушение полового развития. Многие об этом не знают, но сама жировая ткань, она является эндокринным органом. То есть она такой же эндокринный орган, как щитовидная железа, допустим. Она продуцирует гормоны, которые влияют на половое развитие. У мальчиков это половое развитие тормозится, у девочек оно, наоборот, убыстряется. Всё из-за того, что эти половые гормоны, они похожи на эстроген, женские половые гормоны. Да, таким образом мы можем видеть, допустим, видели, наверное, чаще у мужчин бывает гинекомастии, такие вторичные половые признаки, то есть на молочную железу похожи. А вот эти проблемы, они могут пройти с возрастом? Например, я по своим родственникам замечала, что до, скажем, 12-13, ну даже до 14 лет мальчики такие пухленькие, ну да, с лишним весом, но потом вот происходит вот этот скачок гормональный, пубертатность проявляется уже в полной мере, и они резко худеют и становятся нормальными. Как-то на это уповать можно или не следует? Скорее всего, не следует, потому что, скорее всего, этим детям просто повезло. Будем считать так. А вообще, почему происходят такие вот изменения с ребёнком? Почему вообще дети полнеют? С чем это связано? Во-первых, ожирение, оно само, ведь не самостоятельное заболевание, это последствия какого-то заболевания, это отдельный симптом. Вот. Причин может быть несколько. Ну, самое распространённое, мы сейчас вот с детишками посидели на самоизоляции. Малоподвижность. Да, на дистанционном обучении, малоподвижный образ жизни и неправильные пищевые привычки. Да, это самая распространённая первостепенная причина. Второй причиной могут являться какие-либо эндокринные заболевания, да, которые нарушают наш вот этот вот углеводный обмен, жировой обмен. Такие заболевания могут быть связаны с щитовидной железой, могут быть связаны с сахарным диабетом второго типа, пожалуйста, да. Ну и всё. То есть вот эти вот главные причины? Да, две основные причины. А вообще, может быть, вы в своей практике замечали, кто чаще и больше подвержен, да, вот ожирению и лишним килограммам, мальчик или девочке? Или всё это одинаково? Да, скорее всего, одинаково. Вот. И ещё один очень важный момент. Медицина не стоит на месте. Всякого рода разные исследования наших коллег выявили, что ожирение может передаваться генетическим путём. О, даже так? Даже так. О, это ужасно, конечно. Вот мы говорим, ожирение – лишний вес. Но я знаю, что это, в принципе, два разных понятия, да. Вот чем отличается ожирение от лишнего веса? Забегая вперёд, скажу, что диагностируя ожирение, мы его делим на некие степени, да. То, что до ожирения – это лишний вес, да. Далее идёт ожирение. Первый, второй, третий степень. А как определить самостоятельно, что вот у ребёнка лишний вес или вот, не дай бог, ожирение? Есть какие-нибудь, может быть, тесты, чтобы родителю понять? Скажу о двух типах диагностирования, да. Первый способ – это вычисление индекса массы тела. Вы, наверное, о нём слышали, может быть, да, в быту. И у спортсменов он очень актуален. В интернете, в просторах интернета существуют всякого рода калькуляторы, куда мы вводим свой рост и вес. Рост мы вводим в метрах, да, а вес вводим в килограммах. В специальный калькулятор вводится и высчитывается индекс массы тела. У детей он, если от 21 до 24 – это излишняя масса тела, да, имеется, то, что выше 24 и ближе к 30 – это уже ожирение. 30 – это ожирение уже третьей степени. А если вот не прибегая к калькуляторам, да, и вот каким-то вот этим формулам, внешне вот можно как-то понять, что у ребёнка проблемы? И когда вот стоит бить тревогу-то родителю? Конечно, внешне – это такая визуальная оценка, да, это вот объективная оценка внешнего вида моего ребёнка. Важно же не только видеть и отрицать имеющуюся проблему, но ещё и принять её. Вот видим, наверное, да, пройдёт когда-нибудь, мой ребёнок похудеет, да вот сегодня-завтра мы начнём меньше кушать, и, может быть, избавимся от этой проблемы. И, кстати говоря, извините, что перебиваю, да, а вот как отличить вот лишний вес и детскую пухлость? И в каком возрасте вот уже нужно это понимать? В каком возрасте ребёнка? До пяти лет, примерно до пяти лет, это детская такая пухлость, да. Дальше пяти лет – это уже лишний вес и ожирение. То есть с пяти-шести лет уже нужно это как бы видеть, различать? Это всё до школы, да. Хорошо. Так, родитель понял, что есть какие-то определённые проблемы с ребёнком, с лишним весом и ожирением, да. Вот как бороться, с чего начать, куда идти, что делать? Я считаю, что, как уже говорила, что раз уж ожирение – это симптом какого-то заболевания, да, каждое заболевание у нас самостоятельно не лечится. Мы идём к врачу, берём ребёнка за ручку, признаём имеющуюся проблему и идём к доктору. Выяснять причину. Какова причина? Доктор оценит ваш индекс массы тела, проведёт необходимые исследования, назначит лекарственную терапию. Таким образом, мы… Конечно, это трудоёмкий процесс, да. Невозможно избавиться от лишнего веса за месяц, за два, да. В общем, это долгий процесс. Занимает несколько месяцев, возможно, да? Несколько месяцев. Три-четыре месяца точно. Ага. То есть для начала родителю следует пойти к участковому педиатру, чтобы как бы выявить, есть проблемы или нет. Ага. А вот кроме этого медикаментозного лечения, что вот ещё следует делать? Пищевые привычки изменить, наверное, да? Во-первых, да, всё совершенно верно, нужно изменить пищевые привычки. И нужна самая распространённая, вредная привычка наших родителей. Мы поощряем ребёнка едой. Если ты сделаешь то-то, 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 мы тебе пойдём и сегодня купим шоколадку, чипсики, что-нибудь из фастфуда. Вот. А есть такие дети, да, которые в степени уже какое-то ожирение, не постоянно бегают в холодильнику. Есть такие детки. Постоянно смотрят, что есть... Совершенно таких детей ругать не надо. Это их мозг им посылает такие импульсы, да? Иди, кушай. Вот. Бедные детки поддаются и всё время бегают в холодильнику, а мы их за это ругаем. А что делать так в этом случае-то? Чтобы в холодильнике тогда была бы здоровая еда, наверное, да? Да, чтобы перекусы были здоровые, да, чтобы это были орешки, какие-то фруктики, чтобы меньше было шоколада, меньше было жирной пищи. И, к сожалению, детей, как популярных способов у взрослых, мы также ограничивать их не можем, как взрослых. Мы можем нормализовать только их рацион, вот. Добавить больше питательной пищи. А в моей практике мы составлением этого индивидуального меню, в принципе, занимаемся. Ну, а как же по поводу мозговой деятельности? Многие дети хотят и даже требуют, да, вот что-то вкусное, сладкое, имею в виду, сладкое, да? Опять же, для учёбы это необходимо, мы же это не отрицаем. Чем можно заменить сладости? Сладости можно заменить натуральными сладостями, да? Какими-нибудь сахарными, кусочками засушенных фруктов, допустим. Натуральные конфеты сейчас существуют, которые вообще от слова совсем не содержат сахара. В общем, заменяем эти перекусы также орешками, да? Вводим дробное питание по 4-5 раз. И, как правило, у таких детей ещё бывает постоянное чувство жажды, которое нужно удалять. Это такая симптоматика у ожирения. Чаще всего у них бывает такое неукротимое чувство жажды. Но не нужно, да, как бы сокращать количество приёмов питья, имеется в виду? Нет. То есть, если человек хочет пить, пусть ребёнок пьёт. Да, если хочет, он пьёт. Сколько хочет. Да. Ага. Что ж, огромное спасибо, Варвара, за полезную информацию. Я думаю, что нашим телезрителям стало понятно, как следует вести себя, если у вашего ребёнка лишний вес или ожирение. Немеренно обращайтесь к участковому педиатру. Для начала я благодарю вас. Спасибо. Всего доброго и до свидания. Сейчас мы прерываемся на короткую рекламную паузу, а после неё, как я вам и обещала, поговорим с главным врачом Республиканской больницы номер 2. Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Ивана Иванова. Здравствуйте, Иван Сергеевич. Добрый день. Друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию, задавайте вопросы Ивану Сергеевичу. У нас телефон в студии прежний 32 0066 32 1166. И также, конечно, вы можете задавать вопросы по нашему WhatsApp номеру 8 411 232 0066. Иван Сергеевич, на днях стало известно, что Республиканская больница номер 2 возобновила плановый приём больных. Вот что это означает? Ну, в условиях пандемии высокого количества больных с новой коронавирусной инфекцией мы оказываем пациентам с нашей патологией новой коронавирусной инфекцией медицинскую помощь. И так получилось. Ну, в целях, во-первых, безопасности, нераспространения ковида на территории больницы, это, соответственно, не подвергать риску плановых пациентов. И плюс ко всему, большая часть территории больницы была отведена под инфекционный стационар. Вот для примера могу сказать, что вот буквально месяца полтора назад, когда мы находились на пике заболеваемости, в Республиканской больнице номер 2 было 200, если не ошибаюсь, 202 или 205 ковид-положительных пациентов. Для сравнения, коечный фонд медицинского учреждения 500 коек. То есть практически половина была отведена под ковид. Конечно же, о каком-то плановой медицинской помощи там речи не шло. Плюс ко всему там накладываются определенные моменты, такие, как, например, все-таки мы хирургический стационар по большей части, и операционный, который нельзя делить между чистыми и ковидными пациентами. То есть приходилось их разводить каким-то образом и так далее. Все это очень сложно, учитывая большое количество, опять же, ковидных пациентов. И территория, которая была для этого отведена. Потому что 200 человек разместительно пришлось закрыть отделение, ну, давайте пальцы загибать, отделение ЛОР, ЧЛХ, коллапартология, первая хирургия и оперблок. То есть целые два этажа большого крыла у нас были отведены под инфекционное отделение. Соответственно, вот эти нижеперечисленные отделения, они были вынуждены тесниться на территории других отделений. Вот, а учитывая, что больница наша никогда пустой не была, вот, тут очень сложно было организовать плановый прием, в принципе, даже при желании. А что значит инфекционное отделение? Получается, что вам поступали больные, допустим, с заболеванием сердца, и у них обнаруживался коронавирусная инфекция? Да, совершенно верно. Мы на территории нашего учреждения не принимали пациентов, ну, в небольшом количестве принимали тяжелых ковидных пациентов, в чистом виде, скажем так, реанимационных пациентов именно. А в основном это пациенты, ну, не в основном, практически 100%, это пациенты с нашей патологией плюс коронавирусная инфекция. Для того, чтобы фильтровать их, у нас все-таки экстренные больницы, пациенты поступают экстренно, без сознания, в плохом самочувствии, кровотечение, реанимационные больные и так далее. На протяжении этих двух лет мы каждому входящему пациенту делали компьютерную томографию легких, для того, чтобы исключить момент заноса инфекции. Также делали ИХ-тестирование каждому пациенту, плюс анализы, анамнез и так далее, для того, чтобы предотвратить занос с инфекцией, сразу отфильтровать пациентов, разделить их на провизорных, на тех пациентов, которые находятся под подозрением, у которых еще нет, пока не выделяют, они пока еще ПЦР отрицательные у них и так далее. И на пациентов, собственно говоря, у которых ковид уже подтвердился на этапе госпитализации. Вот эта вся работа большая с целью предупреждения заноса инфекции была организована, и в течение двух лет мы так работаем, с апреля месяца, с марта месяца 2020 года. Поэтому было очень сложно, сейчас немножко легче стало, я бы сказал, даже значительно легче стало. Поэтому сегодня у нас 52 ковид-положительных пациента, значительно меньше в сравнении с 200. Соответственно, отделения потихоньку у нас возвращаются в свои стены, сейчас мы заканчиваем ремонтные работы, там буквально уже остались несколько дней. И плановый прием мы полностью по всем направлениям открыли. Потому что я прекрасно понимаю, у нас есть направления, которые не представлены для них в других учреждениях. Это челесно-лицевая хирургия, отолерингология, это травматология, ортопедия, коллапрактология. И получить другую помощь в других медицинских организациях просто невозможно. И вот эта очередь пациентов, она сформировалась уже достаточно большая, и поэтому надо ее все-таки разгружать и помощь что-то оказывать. Поэтому как только мы почувствовали, что мы можем это сделать, мы сразу же это... Вот, кстати, про очередь. Народу набралось, наверное, много за это время, да? Вот как вы будете фильтровать больных? По какому принципу? Ну, вообще, мы периодически открывались, когда у нас были периоды затища, прошлый год, весна, лето. Тогда мы открывали плановый прием, все-таки ортопытались разгрузить их. Но очередь, она абсолютно беспристрастная. У нас пациенты направляются в поликлиники и приходят к нам, собственно говоря, и госпитализируются. Вопросов никаких нет. Что касается высокотехнологичной медицинской помощи, вот я уверен, что могут вопросы поступить в части ортопедии. Вот вечно такое какое-нибудь обновение у нас. Здесь очередь формируется у нас в Министерстве здравоохранения. И Министерство здравоохранения, согласно электронной очереди, которую можно проверить, направляет нам пациентов. То есть тут невозможно не влезть, не вставить кого-то и так далее. То есть все абсолютно, ну, все в данной ситуации равны, скажем так, наши больные. И на сегодняшний день у нас уже поступают пациенты плановые, уже загрузились. Понятно, нужен период времени для подготовки, анализы сдать и так далее, пройти специалистов. Но уже у нас отделения начали загружаться. Ну, получается, поскольку мы говорим сейчас о плановом приеме больных, все это время экстренные больные, они поступали. Да, конечно. А вот вообще как работала больница со дня пандемии? Что изменилось? Какие положительные вы, ну, чему научились за это время? Вообще, когда новая коронавирусная эффекция только наступала, да, и первые зарегистрированные случаи в Российской Федерации, мы знали, что мы к этому придем. Мы уже подготовились, мы уже создали санпропускники, которых у нас не было. Надо понимать, что республиканская больница – это не новое здание, это здание 80-х годов постройки, коридорного типа. И оно не предполагалось как инфекционный стационар. Требования к ней совсем другие. Соответственно, нам приходилось создавать санпропускники на разных этажах по мере расширения и увеличения количества инфекционных больных. Всему этому, по большому счету, организовывать, учиться в каких-то моментах. Вот, ну, достаточно быстро и оперативно мы все это сделали. И при поступлении первых пациентов уже работа была отлажена. Нюансов очень много, потому что пациенты с новой коронавирусной инфекцией, они требовали и оперативного лечения, и обследования. Соответственно, это провоз пациентов до КТ, например, и так далее. Потом обработка после КТ, это приемное отделение, когда они поступают, то есть изоляция их на этапе поступления уже. То есть вот этих моментов достаточно много. Потом новая коронавирусная инфекция, она протекала, вот Дельта, например, до нее они протекали достаточно тяжело. И такие пациенты поступали к нам, мало того, что у него, например, КТ-2, КТ-3, то есть он тяжелый по коронавирусной инфекции, плюс у него еще и тяжелый инсульт, и бороться приходилось с двумя заболеваниями одновременно, то есть с тремя и с четырьмя. Это, конечно же, накладывает определенную нагрузку на медицинский персонал, потом и работать все-таки в СИЗах не так удобно. И, конечно, было очень сложно, но надо отдать должное медицинским работникам нашим, которые это достойно вытерпывали, достойно переезжали из... Адаптировались к ситуации. Множество раз, но это люди, те люди, которые работали и работают в Центре экстренной медицинской помощи, просто привыкли к такому режиму работы. Поэтому достаточно просто было в человеческом формате, скажем так, это организовывать. Люди с пониманием относились и с пониманием выполняли все, что, скажем так, придумывали. Ну это замечательно, большая честь и хвала нашим врачам. А мне вот интересно, вот этапность, да, поступает к вам больной, у него выявлена коронавирусная инфекция, но при этом, опять же, допустим, у него болезнь сердца, да. Вот что вначале вы лечите? Коронавирус или сердце? Или как-то... Все лечим одновременно. Ну, представим картину, поступает пациент, и на этап поступления у него установлен диагноз новой коронавирусной инфекции. Все, мы точно знаем, что она есть. Плюс у него, вот там инфаркт миокарда, которому требуется стентирование, то есть проведение ангиографии. Соответственно, пациент поднимается у нас в инфекционное отделение. Инфекционное отделение – это то отделение, куда концентрируются все больные нашей больницы. С коронавирусной инфекцией. Да, с коронавирусной инфекцией. Там есть врачи-кардиологи, неврологи, коллапрактологи, травматологи, то есть все, кто необходим, все там есть. Соответственно, пациент готовится и едет уже в операционную для проведения исследования. Никаких там моментов таких, связанных с задержками какими-то или то, что пациента не будут оперировать, пока коронавирусную инфекцию не вылечит и так далее. Это не идет. Если пациенту требуется экстренная медицинская помощь, ему оказывают экстренную медицинскую помощь. Есть моменты, когда у пациента отсроченное оперативное лечение необходимо, то есть необходимо его полечить сначала, потом уже соперировать. Но это все делается в рамках того, чтобы пациенту не навредить, чтобы он быстрее выздоровел у нас, и исход был у него более благоприятный. В этом случае, да, бывает, что мы сначала коронавирус подлечим, а потом уже его оперируем. Но это все индивидуально. То есть подход тут к каждому пациенту, он свой, у врача, заведующего, заместителя и главного врача. Так, у нас есть ватсап-вопрос. Как попасть в ортопедию, чтобы показать суставы? Имеется в виду, наверное, эндопротезирование, да, я так понимаю? Я так понимаю, что вопрос эндопротезирования еще не стоит, если показать суставы, да, то есть данному человеку необходимо обратиться в поликлинику или центральную районную больницу по месту жительства. Я так понимаю, что вопрос, скорее всего, идет о заболеваниях суставов в виде артрозов, где необходимо сделать рентгенографию, установить диагноз, подготовить все документы и направить их в Министерство здравоохранения. Либо из поликлиники, либо из центральной районной больницы, это не имеет значения, механизм этот работал. Они поступают в Министерство здравоохранения. Далее наш главный университетный врач-травматолог-ортопед на сегодняшний день Горохов Анатолий Николаевич их рассматривает и принимает решение, что да, данному пациенту необходимо протезирование. И где необходимо протезирование? То есть на территории города Якутска или, может быть, за пределами, куда-то его надо направить, если случай особо сложный или пациент какой-то тяжелый, да. Либо нет необходимости протезирования и необходимо там какое-то время, может быть, подождать. У меня сразу как бы такой вопрос возникает. Вы, кстати, затронули высокотехнологическую медицинскую помощь, да? Какая помощь имеется в виду тут? Какие вот операции вы делаете? Ну, вообще объем... И протезирование туда входит, да? Конечно, в обязательном порядке входит. Оно вообще там перечень очень большой, я, наверное, не буду там заострять внимание, но каждое отделение, оно, каждое отделение в Республиканской больнице НО2 оказывает высокотехнологичную медицинскую помощь. Видов там очень много. Это и по эндопротезированию, это коронарные операции на сосудах, сосудах сердца и так далее. Это и различные хирургические имшелистики. Там по-настоящему список очень большой. Вот, и... Ну, они выделены, скажем так, высокотехнологичную медицинскую помощь, по моему разумению, достаточно условно, да? Все-таки это вид оказания медицинской помощи, который просто невозможно сделать везде. Для этого необходимо какое-то дорогостоящее оборудование, может, какие-то навыки специальные и так далее. Поэтому оно делается в Республиканском учреждении. Ну, невозможно делать протезирование на всей территории Республики, да? Поэтому оно делается у нас, там... Сосредоточено в вашей больнице. Спасибо. Спасибо. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, так что вы можете смело звонить нам в студию, задавать вопросы. Сегодня у нас в гостях главный врач Республиканской больницы номер 2 Иван Сергеевич Иванов. Мы говорим о плановом приеме больных, которая возобновилась в эти дни, ну и вообще о той помощи, которую может оказать Республиканская больница номер 2. Телефон студии у нас прежний, 32-00-66-32-11-66. Если вы не можете до нас дозвониться, а можете задавать вопросы по WhatsApp номеру, напомню, вот цифры 8-411-232-00-66. Уже поступает несколько сообщений по WhatsApp, да? Я, наверное, их озвучу после рекламной паузы. Сейчас она буквально наступит, и мы прервемся на некоторое время, и через две минуты вернемся в студию и продолжим наш разговор. Так что копите за это время свои вопросы. Добрый день, дорогие друзья. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить с главным врачом Республиканской больницы номер 2 Иваном Ивановым. Мы работаем в прямом эфире, так что звоните нам, задавайте вопросы или отправляйте вопросы по нашему WhatsApp номеру. У нас уже поступил вопрос, задают таким образом. Здравствуйте, сейчас и сами врачи говорят, что ковид это и есть ОРВИ. Это действительно так? Это действительно так, потому что ковид это коронавирусная инфекция, она, собственно говоря, является тосоэспираторной вирусной инфекцией. То есть это ОРВИ. Другой момент, что это то ОРВИ, которое протекало очень тяжело. И в данной ситуации я вообще, ну, вот эти параллели проводить, и говорить о том, что это обычная ОРВИ, и давайте ничего не будем делать. Я вот такой параллели проводить не хочу. Да, она относится к этой группе, но она не настолько сильная. Мы все болеем ежегодно ОРВИ, и, как правило, это все заканчивается либо соплями, либо кашлем. То есть относиться все равно нужно к этому серьезно? Конечно, конечно. Потому что и образование новых штаммов и так далее, то есть тут нужно взвешенно к этому подойти, чтобы не перегрузить систему, скажем так. Вот часто об этом говорю, что ОРВИ можно предохраняться, но, тем не менее, люди будут ей болеть, люди будут ходить по магазинам, люди будут встречаться, собираться и так далее. Мы это прекрасно понимаем. Другой момент, что когда люди тяжело болеют, то есть болеют стационарно, они перегружают систему здравоохранения, и мы начинаем страдать. То есть мы, обычные люди, начинаем страдать от этого. Когда же это происходит, скажем так, планомерно, вот для чего это все дело? Все эти меры вводились, QR-коды, ограничения и так далее, для того, чтобы люди, если и болели, то болели планомерно, потому что болели тяжело, они болели не дома. И перегрузка отделений, реанимации, стационаров и так далее, даже учитывая, для меня, например, актуально тот факт, что пациенты же не перестали, были другими болезнями. Да, они также к нам обращались, также получали травмы различные, хирургические патологии и так далее. И плюс еще и тут новая коронавирусная инфекция. Конечно, это очень сложно организовать, тем не менее, прошедшие два года показали, что хорошо организовывались. Тут честь и хвала на Министерство здравоохранения, что все силы были мобилизованы. Я, как организатор здравоохранения, если проводить какую-то параллель, смотреть на все это дело, то достаточно серьезные силы были брошены на новую коронавирусную инфекцию. И республика себя показала достойно. Так, спасибо за этот ответ. Еще вопрос у нас поступил. Можно ли без всякого направления показаться к урологу? У нас нет отделения урологии, поэтому ответить на этот вопрос я не могу. У нас в перспективе открытие отделения экстренной урологии, которую мы отложили в связи с новой коронавирусной инфекцией. Сейчас к этому вопросу обратно возвращаемся. К сожалению, на территории города Якутск у нас плановая урология представлена Первая республиканская больница, а экстренная урология представлена Жатаем. Это очень неудобно в данной ситуации. Поэтому передо мной была поставлена задача экстренную урологию в Республиканской больнице 2 организовать. Я, как будущий еще главным хирургом работы в Министерстве здравоохранения, тоже эту проблему постоянно освещал. Пытался каким-то образом решить, но пока безрезультатно. На сегодняшний день мы освобождаем помещение в течение этого года. Освободили бы раньше, но коронавирус помешал. Освобождаем помещение и начинаем работу по организации урологического отделения, потому что это вопрос очень серьезный по-настоящему. Что экстренной урологии в Центре экстренной медицинской помощи нет. Она у нас имеется, но представлена буквально несколькими врачами, а должно быть целое отделение. Но может быть это у вас в планах? Это в планах есть. Я об этом говорю. Когда пришел работать в Республиканской больнице 2, вот три года назад, я сразу говорил о том, что необходимо открывать экстренную урологию, отделение реабилитации и так далее. Отделение реабилитации мы открыли, но экстренной урологии по объективным причинам пока не открыли. Но вот в этом году, я надеюсь, мы уже как бы заложим, образно говоря, кирпич и эту работу уже начнем и завершим. Так, у нас есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Задавайте свои вопросы. Я еще и прыг, Настанте Макаров. Очень приятно. Вопрос такой. Раз я маленький был, печки болели, потом почки болели, да, потом постарел, инсулом заболел. Мне, ну, это, вакцины можно взять или не надо? И такой вопрос. Вот. У нас рентген через якут отправляет. Это зачем, кто так сделали? Ага. Спасибо вам за звонок. Понятно, да? Вот есть первый вопрос. Если вот болезнь почек, печени, стоит ли вакцинироваться человеку? Есть всего ограниченное количество противопоказаний для вакцинации, и болезнь туда не входит. Вообще, это до поры до времени беременность была, не помню, сейчас не скажу, до какого семестра, да, это онкологические заболевания, но в острой стадии только, во всех остальных они должны вакцинироваться обязательно в порядке. Ну, и у нас дети были, и сейчас уже ограничений по возрасту сверху 60 лет уже нет. Поэтому, если у человека имеются хронические заболевания, он в первую очередь должен вакцинироваться. Здоровый человек, ковид, может перенести даже тяжелый, учитывая, что у него органы и системы здоровые, и выход из строя легких, это можно пережить. Когда у человека страдает печень, почки, там, не знаю, кишечник, еще что-то, и плюс еще легкие на это лягут, то тут вытащить человека становится очень-очень сложно. Поэтому пациенты, которые страдают хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, вот в особенности, например, еще перечисленными заболеваниями, в обязательном порядке должны вакцинироваться. Никаких рисков вакцина в данной ситуации не несет вообще, но она обезопасит, потому что человек может заболеть, но он практически стопроцентно перенесет заболевание легко. По нашей практике, по поступлению пациентов в Республиканскую больницу номер 2, все тяжелые пациенты, вот у нас все тяжелые пациенты, все непривитые. Все 100% непривитые. Так что даже не сомневаться, да? Вообще нет, вообще нет. И по поводу рентгена, вот организации вот этого процедуры, вот мужчина сказал, что вот зачем ехать в Якутск, чтобы делать рентген? Не совсем понятный был вопрос. Ну, тут да, надо понимать, с какой центральной районной больницей он вообще говорит, потому что рентген во всех центральных районных больницах существует. Сейчас и компьютерные томографы во многих районах установлены, поэтому проблем, в принципе, и таких нет. То есть, что касается какого-то описания, снимка и так далее, да, это все давно уже цифровизировано, и все это можно направлять на консультацию без проблем с больницей. Поэтому я не вижу особой проблемы в этом. Спасибо за ответ. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, да, говорите. На пункцию к вам можно, если возобновилось. Ага, спасибо. Пункция от чего? После эндопротеза у меня инфекции была. Да, по-анному, прям возобновился, поэтому можете обращаться. Так, у нас ватсап вопрос еще. Это даже не вопрос, а пожелание, да, комментарий такой положительный. Меня укусила собака, врачи травпункты очень быстро приняли, благодарим травпункт Республиканской больницы номер 2. Там нет очередей и быстро принимают. Приятно получать такие сообщения. Так, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Алло. Да, говорите здравствуйте. Ага, здравствуйте. У меня матери как неотложенная, как помощь нужная. Сердце это болит. Пусковидное получается. У нее эту стену поставили 5 лет назад, да? А как попасть в больницу? У нас в нашей больнице представлены экстренные кардиологии. Вот, поэтому, если ситуация какая-то экстренная, тяжелая, то вызывайте скорую помощь, и она вас уже маршрутизирует. То есть, предварительно выставлять диагноз, куда вас надо везти. В городское учреждение, Республиканскую клиническую больницу, которая лечит больше таких хронических состояний. Да, либо экстренное состояние, когда она везет к нам. Поэтому, если у вас состояние не экстренное, вызывайте терапевта, надо, чтобы не отвлекать скорую, скажем так. И она уже определится с маршрутизацией вашей мамы. То есть, что нужно делать, да? Надо понимать, куда ее везти. Так, по поводу направления, да, тут тоже задают вопрос. Что делать, если мне мой лор-врач не дает направление на операцию по искривлению перегородки носа? Можно подойти ли сразу к вам? Они могут обратиться в медико-хирургический центр. Центральный вход, второй этаж, по левую руку будет справочная. Они ей все объяснят. Так, спасибо. Еще тут вопрос поступил. Пациентов на плановые операции будут звать или нужно как-то самим вот это все вызваниваться и узнавать? Если они были в очереди, то их будут вызывать. Ага. То есть, тут надо понимать. Так, дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Так что звоните, задавайте вопросы. У нас осталось немного времени. У меня вот вопрос, Иван Сергеевич. Хорошей новостью стало известие о том, что республиканская больница номер 2 получила кислородные концентраторы. Расскажите вот об этом. Для чего они нужны? Мы их еще не получили. Мы готовимся к получению. Они подойдут нам ориентировочно 28 февраля, 1 марта. И начнется монтаж их. Это передвижные контейнерного типа кислородные концентраторы. До недавнего времени, то есть по сегодняшний день, мы пользуемся жидким кислородом. Его привозят нам с Хабаровска, с других городов России. Здесь возникает куча моментов. Во-первых, у нас есть моменты, когда идет река, встает река, и машина переехать не может. Потом есть моменты логистики сложности. Все-таки трасса у нас непростая. Есть и метели, и гололед, и так далее. И тут может возникнуть риск отсутствия вот этого самого кислорода. Поэтому главой республики Сан-Сергеевич Николаевым было принято решение оснастить медицинские организации. Помимо нашей, это еще 1-я республиканская больница, 3-я республиканская больница. Это Якутская республиканская клиническая больница и Мирницкая ЦРБ. Вот этими концентраторами. Я считаю, это абсолютно правильное решение. Потому что мы в данной ситуации отвязываемся от логистики, от привоза кислорода и так далее. Конечно, какой-то запас мы будем содержать, учитывая, что мы экстренная больница. Но, тем не менее, основной нагрузкой упадет именно на эти концентраторы, которые будут снабжать наше учреждение кислородом. У нас все-таки 4 реанимационных отделения, помимо ковидных больных. И потребность кислородия у нас постоянная. А в чем отличие от жидкого кислорода? Вы говорили, что сейчас... Ну, принципиального отличия нет. Это кислород. Другой момент, что как он хранится. Здесь он производится из воздуха и подается в систему. А здесь он в жидком состоянии находится и подается в систему, скажем так. То есть новые концентраторы будут намного проще хранить? Да. Даже не хранить. Кислород в шеме не будем хранить. Будем его производить из воздуха и сразу направлять. Я поняла. Спасибо за пояснение. Огромное спасибо вам за участие в нашей программе. Я желаю вам удачи и всех ваших коллег. Ну, тоже надо им пожелать удачи, здоровья. И пусть они держатся. Вы не болейте. Спасибо. Друзья, на этом мы с вами прощаемся. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»